Вот такой тоненькой пленкой можно обогреть весь дом. И это не фантастика, а новые технологии строительной отрасли. Пленка из Кореи может и дороже своих китайских аналогов, но более долговечно. Ест совсем немного электроэнергии, не больше бойлера. Пленка служит больше 30 лет, может выступать в качестве основного отопления, как альтернатива кабельным полам и водяным полам. Не нужно сложных конструкций, не нужно насосных, котельных, труб прокладывать никаких. Положили пленку, залили ее бетонную стяжку, например, постелили кафель или вы положили ламинированный паркет. В результате получаете полноценную систему отопления. Выставка строительства собрала на своей площадке более сотни компаний из разных регионов России, а также из Китая и Кореи. Заметим, что львиная часть присутствующих – производители. Вот, например, участники из Якутии. Они привезли на выставку утеплители для дома из вулканической породы – базальта. Он не боится влаги, достаточно жесткий, при этом может пропускать пар без оседания конденсата. У нас в Якутии самое холодное место, где живут люди, получается. И мы, как сказать, на себе испытали наш утеплитель, показал очень хорошие свойства. А это наши российские кирпичи. Правда, не такие, какими мы их знаем. На смену тяжелым монолитным кирпичам пришли более усовершенствованные версии – порезованные керамические блоки. Если из простого полнотелого кирпича строить, на сегодняшний день толщина стены должна быть в районе метр, метр десять, то новый пористый материал, теплая керамика, достаточно 50 сантиметров для того, чтобы идентично сохранять тепло, как метровая толщина стены из простого кирпича. Выставка интересна как строителям, так и потребителям. Многие с интересом присматривались к новинкам, например, к системе напольных покрытий из Греции. Она может похвастать своими гидроизоляционными свойствами. Всего один слой этого раствора может защитить, например, пол в ванной от влаги. Профессиональные строители изучали рынок полипропилена. Из этого материала делают системы горячего и холодного водоснабжения и отопления. Выставка – это на самом деле стала коммуникационной площадкой всех строителей, проектировщиков, застройщиков, производителей строительных материалов и так далее. Это на самом деле праздник для строительной отрасли, когда все встречаются, обменивается мнениями. Насыщенная деловая программа и очень много добавляется интерактива. То есть это мастер-классы, показательные выступления, которые, получается, демонстрируют еще и создают какое-то праздничное настроение. После официального открытия выставки и знакомства участников между собой началась деловая программа. Специалисты обсуждали экоурбанизм, ландшафтный дизайн и формирование общественных пространств. Анастасия Крикун, Катерина Матвеева, Андрей Макаров. Новости на восьмом.